Это не просто последняя игра, в принципе, да, это последняя игра на турнире The International 4 созыва, International 4. В комментарии будет значиться, что это пятая игра, но на самом деле сделано это из тех соображений, чтобы просто как бы не спойлерить, кто в конце концов все-таки выиграл, если вдруг вы решите смотреть самой первой игры, если вы вдруг не были свидетелями этого матча с самого начала. Вот, и поэтому не знайте, что на самом деле все закончилось на четвертой игре, потому что Ньюби победили со счетом 1-3, потому что игра ее до трех побед, естественно, но и три победы подряд одержала команда Ньюби над командой Вичи Гейминг, отдав лишь только первую карту. Это видео, это больше, ну знаете, как впечатление, не то чтобы о International, а больше впечатление о последней игре, если хотите, аналитика. Ну, может быть, да, все-таки в большей степени это будет похоже на какую-то аналитическую заметку или статью или что-то такое, но просто то, что происходило вот в той последней игре, мне показалось очень, ну, да, занятным. Оно показалось мне занятным, очень интересным, очень, скажем так, глубоким по своему содержанию и хотелось просто вот еще раз вернуться к этой игре и, скажем так, по свежим следам, по свежим стопам, вот по свежей памяти воспроизвести. Давайте еще раз пересмотреть этот матч и поделиться какими-то своими мыслями, наблюдениями с вами, если как-то это вам будет интересно, если это поможет, я буду рад. Итак, поехали. Мы будем часто ставить на паузу, это, как видите, я запустил реплей, потому что есть что обсудить. Ну и вот начинаем мы смотреть эту игру, видите, 3-2 секунды, 1 секунда, 0 секунд и начался драфт. Начался драфт и вот сейчас вы можете засидеть, сколько времени драфта прошло. Так, 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 и так, буквально за 5 секунд прошло 4 бана и 3 пика, друзья мои. Это говорит в первую очередь о том, что команды уже знают, как они хотят играть и чем они хотят играть. Потому что, посмотрите, ну вот, мало того, что тут дополнительное время не использовано, здесь еще и основное время тоже не использовано. Буквально, вот, ну, мы с вами только что это смотрели, ну, сколько там, 3 секунды понадобилось на том, чтобы все это, ну, 5 секунд, может быть. Ну, не более того, да, не более того понадобилось на, собственно, весь этот процесс. Ну и давайте все-таки теперь поговорим, почему так произошло. Ну, во-первых, начнем с банов, да, потому что они были первыми. Баны, скажем так, это стандартные баны, потому что для команд Twitch и Gaming, для команды Nubi, во-первых, для команды Nubi, во-первых, команды встречались уже между собой и знают, как кто играет. И, в общем-то, Ликан, который в банах на всем, во всем, на всем турнире, здесь неспроста, потому что Ликан это как бы new, new или new meta, да, или вот что-то такое новое, скажем так, какая-то новая цель, новый ориентир для современной доты, потому что Ликан вроде бы как типа имба. Имба почему? Потому что он имеет хауль. И хауль для команд, ну, тут, понимаете, тут надо еще понимать, почему именно для вот этих вот команд он очень важен, потому что эти команды, Vichy Gaming и Nubi, это самые агрессивные команды, ну, в мире, они, во-первых, дошли до финала International, они встречаются между собой в финале, это последняя игра между ними, и они самые лучшие на данный момент. А поскольку они еще и к тому же самые агрессивные, то волк им очень даже помогает, потому что хауль даже на первом левеле, он дает довольно-таки существенный прирост дэмэджа, и вот там всякие пеньки Фуриона, например, которые бы там, или какие-то другие самоны, вот, например, самоны Энчантрес или Чена, которые там бьют там по 50, грубо говоря, а тут еще плюс там, например, 20, 30, 40, там, 50 урона имеют от, собственно, Ликана, это, ну, просто громадный на самом деле дэмэдж, вот, особенно по героям, типа там, Шэдоу Шамана, там, типа аппарату, у которых там на первом, на втором, на третьем, на пятом даже левеле хп, ну, хп пул не превышает, там, 700 жизни, а то и меньше, ну, если там какие-то удалось собрать артефакты, то, может быть, больше все-таки будет денег, о, не денег, а хп, а так, там, 500, 600, 700, а начинают они вообще с самого маленького количества. Ну, и плюс Волк очень мобильный, Волк, в принципе, чем-то похож на Фуриона, он тоже может как-то там куда-то убежать, куда-то зайти, купить себе Некра, купить себе, призвать, точнее, двух Волков, Хаулю, просто в соло, там, убивать товара, ну, как, типа, Лондруид. Ну, единственное, что от Лондруида его отличает то, что, ну, не такой он, может быть, толстый, зато более мобильный. Что касается Enchantress, Enchantress это тоже, вот, для стиля команд, вот, которые исповедуют такую агрессивную доту, тут еще, понимаете, надо разделять границы между понятием пушить и вести себя агрессивно и драться, то есть пушить и драться. Что такое пушить? Пушить, это вы всей командой собрались там по таверам, ну, неважно, всей, не всей, там, вдвоем, втроем вы собрались по таверам, напризывали там всего, чего только можно, или не напризывали, ну, неважно, вы просто бьете, 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 бьете крипов вражеских, очень быстро вы бьете вражеских крипов. Крипы погибают, и, соответственно, ваши крипы заходят за тавер, на тавер и бьют тавер. С помощью своих крипов, либо каких-то там самонов, либо ваших сполов, вы пытаетесь этот тавер бить и всячески наносить ему урон. Вот это вот называется пушить. Вы так забираете один тавер, второй тавер, третий тавер. Что же касается понятия драться, то драться это не то же самое, что и пушить. Да, пуш во многом может быть сопряжен с тем, что приходится драться, но на самом деле это разные понятия. И вот команда Ниоби и команда Вичи Гейминг, они, в принципе, заточены не просто на какой-то пуш, вот, типа, набрали там всего, там, знаете, как в пабе любят набирать, там, Фуриона, Дроу, Вингу, там, еще кого-то, и Саурами, типа, пошли, там, э-э-э-э, ого-го-го. Вот, они могут и любят драться. Драться это значит, что вы встречаетесь на линии, начинаете активно обмениваться ударами, ну, как в боксе, то есть, да, тычки с руки, пески, подкопы, эзершоки, хексы, там, какие-то кайлы, щитки, ну, все что угодно, и вот вы, постоянно у вас происходит какое-то движение, то есть, постоянно вы что-то делаете, то есть, вы не фармите просто так, да, вы, может быть, какое-то время уделяете фарму небольшое, но, в основном, вы как-то пытаетесь навязывать, ловить соперника, как-то, вот, не давать ему просто так расслабиться, и вы постоянно с ним в контакте состоять, то есть, видеть его, и это правильно, потому что, когда вы видите противника, это значит, что он тоже видит вас, это значит, ну, это логично, да, но, самое главное, это значит, что у него нет возможности, как-то неожиданно, там, в смаке зайти, там, обмануть вас, где-то там пофармить, чтобы вы не видели, зайти на Рошана, вот, то есть, стратегия вот этого вот сражения, она завязана, вот, ну, то есть, дает вам преимущество в том, что у вас, как бы, есть вижен, ну, а, как вы знаете, разведка решает все, то есть, грубо говоря, вы знаете, где находится противник, вы можете, вы хотите с ним драться, у вас это получается, и вы с ним деретесь, соответственно, если у вас все это прекрасно получается, вы выигрываете, а у этих команд это получается лучше всего, так вот, возвращаясь к энчантрес, она помогает и драться, и пушить, то есть, она набирает какого-то крипа в лесу, отправляет его на центр, и мы уже видели такую энчантрес, которая просто выигрывает мид, она берет крипа, там, какую-то гарпию, не гарпию, неважно, какого крипа угодно, отправляет в центр, и какая-нибудь Templar Assassin, которая там стоит, просто убивает Даблу, которая против, ну, которая ей противостоит, например, Тинни и Вист, то, что было в игре Cloud9 против, против Na'Vi, поэтому, ну, и, ребят, если вы вдруг не верите, что это так, то это действительно так, потому что именно такой стратегии выиграла команда Cloud9 у Na'Vi, которые трижды были в финале Интернешнл, понимаете, и Cloud9 остановили Na'Vi, и прошли дальше, поэтому этот герой тоже очень важен, что касается Разора, Разор это герой, ну, может быть, какой-то в определенной степени недооцененный, или переоцененный, или какой-то вот такой, ну, он выстрелил, грубо говоря, вот на Интернешнл, ну, и все благодаря Артизе, который, в общем-то, показал, как можно играть Разором, не у всех это получалось, в частности, вот, возвращаясь к команде, у нее это тоже не получалось играть на Разоре, но у многих оно получается, я про Разора много говорить не буду, потому что, на самом деле, я, ну, не то чтобы я не любитель Разора, просто с Разором тут надо, знаете, вот очень аккуратно играть в этом смысле, и аккуратно про него рассказывать, потому что он такой персонаж, ну, вот, что я сказал, недооцененный и переоцененный одновременно, он может, как бы, очень много, и, с другой стороны, он тоже крайне уязвим, ну, начнем с того, что, как бы, для команд, вот, которые тоже есть, поведут агрессивную доту, он хорош тем, что, вот, он бросает этот статиклинг свой на кого-то, вытягивает урон и начинает драться, вся остальная команда как-то всячески ему помогает, хилит, сейвит, ну, и статиклинг, когда вы набросили, да, то, соответственно, вы вытаскиваете в демидж, противник от вас пытается бежать, вы его, там, пытаетесь догонять, в общем, такие догонялки, потоварозаходы, это, может быть, команды очень не любят, ну, во всяком случае, видите, в этом случае ньюби не любят, поэтому не хотят они против Разора играть, вот, про Разора много не скажу, вот, я, честно говоря, как-то, может быть, слабенько подготовился, на самом деле, ну, ладно, Разора оставим, там, напишите мне, что вы по этому поводу думаете, ну, давайте перейдем к Профету, Профет тут гораздо попроще все, Профет это адский дамагер, причем, это дамагер не просто, который вносит физдамаг, физдамаг, это еще подруга, вот, это вот, Крабелиус, она вносит еще и магический дамаг, причем не кислый, у нее вот этот вот первый скилл, сварм, который имеет, там, очень маленький откат, буквально, там, 5 секунд, она может просто постоянно по кулдауну спамить этим свармом, там, по 300, по 300, по 300 заплевывать вас, ну, и, собственно, приплюсуйте еще к этому злых духов, которых она призывает, и, в общем, герой очень-очень противный, получается, а эти духи-то еще ее лечат, когда к ней возвращаются, поэтому, вот, раскачка Крабелиус в билд, типа, Юла и Тараски, и Блудстоуна, это очень даже перспективная раскачка, потому что Крабелиус начинает, там, со своего ультимата, забрасывает какие-то сплы свои, вот, если ее начинает фокусить, она включает, собственно, Юл, в Юле какое-то время находится, пока там она крутится, духи ее, собственно, всех грызут, 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 потом она опускается на землю, потом ее дальше, например, продолжат фокусить, она убегает, убегает, духи возвращаются, она снова восполнилась, похилилась, тут у нее скиллы откатились, там, она Сайленс набросила, опять начинает сражаться, в общем, весьма-весьма противный, неприятный герой, особенно в хороших руках, поэтому тоже против него не хотят драться, ну, и теперь перейдем, наверное, уже к пикам, что касается пиков, вот пик, смотрите, аппарат и фурион от Вичи Гейминг, начнем с них, потому что это очень важно, и, по сути, во многом это решает, вот, игру, этим пиком, это пик точно такой же, как был в прошлой игре, более того, там еще третий герой появится, который тоже был в той же игре, так вот, и вы видели, да, вот, очень быстро, очень мгновенно просто эти герои появились, это значит, что Вичи Гейминг в прошлую игру проиграли, это была третья игра между Вичи и Юби, счет стал 2-1, они проиграли аппаратом и фурионом, но сейчас их опять взяли, почему? Видимо, Ротекан, кто-то команды, подумал, что в той игре что-то пошло не так, и поэтому, вот, собственно, был такой проигрыш, вот, и, как бы, мы, типа, сделали работу над ошибками, мы поняли, там, микро-моменты, которые мы не доигрывали, что-то там делали не так, но сейчас мы знаем, что надо делать и как надо играть, и поэтому мы берем эту связку, и мы уверены, что они выиграют. Окей, вот такой вот примерно ход мысли был, наверное, у Ротека. Что касается Ксяуэта, который взял Шедо Ушимана, то Шедо Ушиман тот герой, который подходит к стилю игры Ньюби, ну, и Вичи Гейминг тоже, потому что этот герой, который может и пушить, и драться, причем сразу же. У Шедо Ушимана просто прекрасные спеллы, первый спелл, смотрите, наносит аж 140 урона, правда, одной цели на первом уровне, но все равно 140 урона не все могут герои похвастаться таким сильным юком, а дальше, в принципе, количество целей увеличивается, а урон не снижается. Что касается второго, третьего спла, то это дизейблы, причем очень хорошие, смотрите, на первом левеле Шейкл на 275, 275, 2,75 секунды просто обездвиживает цель, что, согласитесь, ну, например, у Ультима Тайт Хантера 2,77 на третьем левеле, понимаете, это 16 уровня, надо быть герой, но там, правда, по всем, да, вот, у Вингей там, например, стан вообще копеечный, там, секунда с чем-то, ну, в общем, хорошая, хорошая, как бы, штука, но единственное, что, конечно, и Шедо Ушаман в это время ничего делать не может, но есть Хекс, как бы, есть Хекс, который, ну, на первом левеле, правда, вот видите, не очень много, но нормально, то есть хватит этой одной, там, двух секунд для того, чтобы там команда смогла разобраться, что делать с противником, ну, и Серпент Варды, с которыми можно пушить, с которыми можно атаковать, можно защищаться, в общем, все прекрасно, ну, и, наверное, отжимаем паузу, смотрим дальше, что происходит, ну, вот, пошло дополнительное время, сейчас нам подсказывает компьютер, что Ньюби черн-то пик, то есть очередь пикать команды Ньюби, ну, и Ксяо Эйд, Ксяо Эйд размышляет, какого же героя взять, напоминаю, что команды, вот, во многом их игра основана на драках, на том, что, вот, кстати, это, может быть, несколько удивительно для китайских команд, вот, примеры, там, LGD и IG, лучше их годы, International 2, то там битвы по 70 минут, да, происходят, когда там все формят, 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 а потом встречаются и разбираются между собой. И это Брю Мастер, отличный просто выбор, смотрите, и, кстати, вот, еще раз надо паузу сделать, против Брю Мастера, после Брю Мастера сразу же были баны, ну, то есть, сразу же пошли серия банов, и Ксяо Эйд вот мгновенно просто Морфлинга забанил, потому что, ну, вот, видите, тоже готовился вот к этой игре, к последней, то есть, продумал уже заранее, видите, Ксяо Эйд знал все свои баны, ну, Морф был во второй игре, Морф, в принципе, у Вичи Гейминг там не пошел, они тоже игру проиграли, но Морф такой товарищ, который, в принципе, трудноубиваемый в начале, когда вот у вас мало дизейблов, ну, хотя вот с Шадо Шаманом есть два, но все равно там тоже можно Морфа отпустить, и, по сути, вот он как, типа, как Брю Мастер, особо там ему ничего не сделаешь. Но вернемся к Брю Мастеру, смысл Брю Мастера в том, что это тоже герой, который, опять-таки, может драться и сражаться на всех стадиях игры, кроме лейта. В лейте он уже не такой полезен, но, учитывая, что, как бы, Ньюби не собираются доводить игру до лейта, ну, просто потому, что они так играют, у них там средняя продолжительность игры 36 минут даже, и то меньше. Ну, то есть, все игры-финалы были, на самом деле, по 15 минут, по 20, то есть, ну, вообще, во всех играх все было понятно уже на 10-й минуте, то есть, остальные, там, 5-6 минут команды просто доигрывали, на самом деле, там, ГГ можно было писать, ну, гораздо-гораздо раньше, но, все-таки, это финал Интернешнл, поэтому вы понимаете. Так вот, Брю Мастер, вот, на стадии, там, 10-15 минут просто цветет и пахнет, потому что за первые 5 минут, там, ну, 7 минут, грубо говоря, он получает свой 6-7 левел, соответственно, у него появляется ультимейт, соответственно, у него все остальные сплы прокачаны, ну, не все, но, вот, допустим, у него в Тандер Клаб прокачаны, прокачано, допустим, нам на 4 Тандер Клаб прокачан, на 2, соответственно, вот этого вот Дранкин Бравлер, который дает ему шанс крита и шанс уклонения, вот, в 15%, очень даже неплохо, то есть, Брю Мастер, в принципе, может влетать в толпу, сразу же, там, клепать, чуть-чуть подраться, и если его начинают фокусить, он делает Примал Сплит, то есть, Брю Мастер, по сути, герой, вот, когда вы сражаетесь против Брю Мастера, вы сражаетесь против 3Х сразу, то есть, Брю Мастера, потом, когда Брю Мастер, вдруг у него лоу ХП, он превращается, собственно, в 3 вот этих вот духов, вы с духами сражаетесь, и после Брю Мастера, после этих духов, он опять собирается в свою форму, да, у него мало ХП, но ведь вы тоже с ним дрались до этого, вы тоже, как бы, теряли ХП, и у вас тоже, вероятнее всего, мало ХП, а может быть, вы даже и мертвы, поэтому, как бы, Брю Мастеру, даже вот, когда он потом вернется в себя, грубо говоря, и у него там будет очень-очень мало ХП, это не факт, что он будет легкой добычей, ладно, это если по Таварам где-то будет происходить, а если в чистом поле, то, может быть, он даже вас потом и добьет там еще кого-нибудь, поэтому Брю Мастер, соответственно, ну, весьма-весьма-весьма нужный, важный и хороший выбор, почему не другой какой-то герой, даже не сложно сказать, просто нет смысла кого-то брать другого, потому что Брю Мастер, в принципе, вписывается в стиль игры Ньюби, и, как бы, почему бы и нет, вот, вот так вот, ну, а есть одно но, есть сейчас стадия банов, так вот, мы про Брю Мастера поговорили, есть один герой, вот, к сожалению, один и единственный, но он есть, который контрит Брю Мастера, тут вот еще с вами давайте остановимся на том понятии, что такое вообще контрит, как вот, что это такое, ну, чтобы все понимали, просто на самом деле понятия, они, может быть, довольно простые, но вот если так вот подумать, и если порассуждать логически, то не все так просто, есть нюансы, а, как вы знаете, все состоит из нюансов и всяческих мелочей, которые влияют на все, ну, вот, вы, наверное, же слышали эту поговорку, да, как бы, объяснение теории хаоса, что взрыв, взмах крыла бабочки может привести к цунами или тайфуну на другом конце земного шара, но это действительно так, потому что, как бы, изменения накапливаются, энтропия накапливается, и вот они, так вот, снежным комом все это, все это летит, 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 и вырывается там в какую-то там катастрофу, там, природную и природную и так далее, так вот, что такое контрит, представьте себе игру камень-ножницы-бумага, вот бумага, ножницы разрезают бумагу, без шансов, бумага ничего сделать не может, ножницы просто вот ее пополам, чик, все, бумага никак вот не может, то же самое и камень, например, ножницы просто тупятся об него, они ломаются, вот они пытаются резать этот камень и все и ничего не происходит ножницы бесполезны это значит контрить к чему это говорю потому что есть герой который с брю мастером могут драться но контрить это совершенно другой контрить это вот был герой и сразу его не стала контрить это вот как например вот этот морфлинг почему еще в морфа здесь и потому что морфа морс контрит ну в принципе во многом случае любого то есть что морф делает морф собирает это real и у морфа много ловкости получать у него есть два спала которые в сумме вот это real и адаптив страйк страйк а вот если он использует это real и потом адаптив страйк ну или наоборот от обе строки ты рел он может морфинг такого ну грубо говоря когда он это может собрать ну там где-то левела там 12 13 то он наносит порядка 500 600 чистого дэмэджа это где-то там левел 12 может быть 13 а чем дальше тем лучше тем больше где-то там на 17 на 18 когда него больше становится ловкости морлинг способен выдавать до 1000 чистого урона а 1000 чистого урона понимать это минус любой вот из этих героев на самом кроме брю мастер то есть чудо шаман аппарат профит вот инча даже разор вот понимаете очень много героев может просто забрать с прокаста морф вот это от то есть был была проблема не стала проблемы на а вот но так вернемся к брю мастеру есть один герой который контрит брю мастера но на время но это очень важно какой герой это doom doom залетает сражение заходит сразу же вешает doom на брю мастер зачем на психологическую понимать подоплеку игроков не все брю мастеры сразу же начинают сражение с того что они раскладываются в прямо сплит то есть вы начинаете сражаться с того что брю мастер там сам вас прыгает или просто заходит начинает драться и только потом там через какое-то время он делать прямо сплит соответственно doom даже не обязательно типа запрыгивать в это сражение то есть блинг даггера и давать в брю мастера doom doom просто может пешочком зайти и дать спокойно аккуратно doom в брю мастера что делает doom doom не позволяет кастовать никаких заклинаний doom накладывает супер-пупер штуку мьют вот и в этом йоте собственно герои мало того что они могут кастовать никаких своих заклинаний у них еще не работает инвентарь то есть они не могут прожать из инвентаря бака б этом блинг даггер еще что то плюс еще не работает масса психических пассивок там например вот вот это вот пассивочка ну то есть криты и не работают у вороты не работают вот но работает например бы аюска дину каю сходим еще вернемся то есть аюска дикса тедак аюска де работает и поэтому ну в некоторой степени это там может быть как-то можно это обратить внимание но мы не об этом мы о том что дом просто контрит бю мастер он выводит его из игры на 14 секунд время от длительности дуба ну кроме того что там думаю не стоит забывать что думающие демочки носит в принципе поэтому поэтому вот так вот так вот вот она контраблю мастера поэтому очень важно сейчас вот вича гейминг когда они увидели этого брю мастера попробовать его чем-то законтрить да вот и как мы разобрались контритета вот когда бумага да там разбивает карта обволакивает камень камень еще может сделать ли когда ножницы режут бумагу вот это законтрить есть герой которые могут драться но понимаете когда вы деретесь особенно когда вы делитесь самом начале вот драться с бю мастером очень сложно и немногие совсем немногие герои могут с ним драться я бы даже сказал единицы и это вот ну реально драться с бю мастером вот на ранней стадии ну практически невозможно ну вот мало таких героев ну я даже вот не назвусь не не возьмусь назвать да вот в лейте там все подряд могут брю мастером сражаться на средней стадии тоже например спектра там у нее есть дисперсия у нее есть иллюзии у нее есть какие-то плотные артефакты типа там того же вангварда и например даже аюска деда вот который там многом нын там тараски который много хп наносит вот вот это да таким образом она может драться вот ну или например тоже нага серена с кучей иллюзии или phantom lancer эти герои да эти герои могут потягаться с бю мастером но опять таки они могут подвигаться уже потом когда они там стали сами там как минимум там 11 12 ловлов когда у них уже появились какие-то артефакты когда они сами стали потолще когда их иллюзии какую-то вносят дэмэдж а изначально нет изначально не поэтому поэтому вот надо думать о том чтобы что-то с этим брю мастером делать потому чтобы мастер это вот тот козырь как бы туз туз вот реально это вот герой который может и должен показывать как бы силу и который действительно сильный про много завис которым много чего можно сделать теперь давайте дальше посмотрим что же делает ротики ротики и говорит что до брю мастер это хорошо но я все-таки подумаю что же я хочу взять что же точнее я хочу забанить дума или не дума и вот артики думает собственно банами думает он от банами и в итоге банит смотрите вот прошло прошло уже основное время до дополнительное пошло время потому что действительно вызов брошен вот этим брю мастеров и надо очень очень хорошо подумать что же все таки сделать как можно его за ну как можно его контролировать то есть его можно либо контрить либо контролировать но контролировать очень сложно там нужно тоже как бы масса всяческих героев там абадон например который может вот его контролировать то есть если что оба дуна есть в ультимейт который там его спасет и который там частности как-то что-то может ему помочь сделать но вич и гейминг понимаете у них еще какая штука у них первый пик после банов то есть если они хотят взять дума они его банить не будут потому что им это невыгодно вот они могут банки что других героев а сами потом взять себе и набрать дума который законтрит брюмасе тут вот по понятию в кэмп трансмонте еще очень важно кто когда на какой стадии пикает потому что вот сейчас вич и гейминг да им совершенно не нужен бан этого дома так пауза им надо банить кого-то другого ну они банят алхимика потому что вся у это очень хорошо играл на алхимике до этого в нескольких играх и соответственно алхимик вносил много демиджа алхимик тоже как бы может защищаться от пуша то есть алхимик бросать тучку осет спрей которая кислота такая она наносит демидж снижает броню и взаимодействует с интеллектом крипов которые на линии таким образом что крипы сразу же агрятся и бегут за товар то есть они не бьют вышку они как бы считают что-то героях ударят что такое ну короче они сразу же пробегая туда и бегут туда дальше и как бы забывать о том что там есть флешка которую добить они начинают бежать дальше как бы дальше там сражаться а вот xia wait отвечать тоже мгновенно просто сразу же отвечать вы заметили банам пугны и почему пугны и потому что пугна а это такой герой который может и тоже драться и тоже пушить как шедоу шамана только он в принципе более полезен и более опасен как котел тоже кстати вот удивлен что в играх не было котла но котел мог бы быть так вот пугна в чем смысл пугны во первых не люби понимать что они планируют набирать ну точнее всего и все большое количество всяческих там магов ну или мне магов не магов а геров которых есть проказ то есть у которых много спорта прежде душем она посмотрите 4 активных спала у брюмастера 3 активных спала да и там дальше потом посмотрите героя пугна во первых имеет вард который очень неприятный который дамажит очень очень сильно вот и это раз ну и второе вот учитывая что здесь форион есть до что operation есть там еще какие-то может быть там появится чем или еще кто-то пугна совершенно не должен быть отдан команде вич и гейминг из-за того что ну вот он такой крутой и собственно ну да просто может в по сути поймать игра делится на две стадии вот так грубо говоря когда вы кушаете это первое то ли когда вы пушите внешние товара t1 t2 и вторая среди когда вы пушите т3 товара так вот пугна очень хорошо справляться с т3 товарами потому что как например и лондроид потому что самому герою и вообще всем союзникам вашим заходить на рампу не надо а те которые в доте вы знаете есть понятие high ground и low ground то есть когда вы стоите выше чем ваш оппоненту соответственно у вас есть больше вижу на и у вас есть преимущество потому что когда по вас по вам стреляют снизу то соответственно есть шанс промахнуться ну плюс как бы вы все прекрасно видите вы как-то там более можете занять хорошую позицию и так далее так далее на а вот а пугне не нужен vision пугна знают где стоит товар он просто подходит и такую а спелта у него в большом уае работает вот этот вот nether blast первый спал и дома что еще и товара поэтому пугна приходит бабах по товару бабах по товару бабах по товару так вот через несколько таких бабахов товара нет а вот и и соответственно ну как бы как бы вот вот такая вот штука но тут у меня возник вопрос а почему ньюби не забанили дума сами почему они не забанили дума но и вы тоже можете меня спросить я вот так и распинался долго продумал почему где банду мата от небе я на этот вопрос могу ответить только одним двумя точнее вещами либо они как бы об этом забыли либо не знали но ну это как был такой да типа ну не то чтобы нубский ответ но это ответ вот типа очевидный да ну просто типа ну не забанили там просто забыли про дума и второй ответ в предыдущей игре тут тоже была такая же ситуация там тоже должен был появляться дом потому что был один интересный герой против которого дум тоже работает как ножницы бумаги то есть контрит его и дум был не взят не был взят точнее ни одной ни второй командой и он не был забанен поэтому xia вот может быть на это и рассчитывая какой-то степени что как бы дума все равно никто не возьмет дум был в прошлое игду кстати воду должен должна была брать команда вич и гейминг и она его не взяла а вот может быть вот и мне кажется я больше к этому оскоряюсь объяснению что вот вся уайт считал что ну вот как-то так должно произойти но вернемся теперь дальше вич и гейминг банят кого байт пока еще не понятно кого но кого-то сейчас они забанят ротики ротики думает grand finals game 45 видите написано очень интересно на 10 секунд остается мы по моему кстати вот обратите внимание 050 основного время до сих пор еще дополнительного не потратил xia wait а время дополнительно у команды вич и гейминг гораздо гораздо его меньше потому что во первых они проигрывают уже все и 21 это может быть решающей игрой но это стало решающей игрой надо хорошо подумать тем более что тот же самый пик набирает вич и гейминг которым только что проиграли и надо как-то было переосмыслить подумать и вот что-то такое интересное кстати более того да первый же сейчас бан будет сразу же пик но смотрите совсем 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 вот сейчас ротике может быть он как раз и думает на а вот он забанил шейкера ну почему забанил шейкера я честно не скажу вам шейкер очень крут на шейкер очень круто играет и одна и вторая команда может быть ответ в этом шейкер весьма полезный герой особенно против пуша против ну против пуша он действительно полезно когда много много-много всего там приходит к вам по товара вы просто шейкером прыгать это все и вот теперь нужна пауза и шейкер прыгает и это все убивает вот и были прецеденты и в общем-то шейкер ну весьма и весьма и весьма полезен и на нем очень круто играет тут как по одной так и второй команде поэтому ну то есть это не то чтобы респект 2 но это просто бан очень хорошего полезного героя так вот пик ви вера корочки пикатива как раз того героя на котором в прошлой игре играли newbie против которого должны были взять дома должны были дума и дума не взяли и вот теперь очередь команды newbie и вот newbie сейчас могут взять дума почему потому что doom контрит вивера также как он контрит брю мастера и смотрите а сюда вот в этот пик дом подходит дом подходит сюда почему потому что брю мастер может пойти то есть они так дом это такой герой который герой универсал вот как есть машина универсал так и дума не писал он может быть везде в любом месте на карте он может в центр пойти в легкую пойти сложную пойти в лес пойти он может выбрать любые функции даже роль саппорта может выполнять саппорт кэри танк кто угодно ребят вот такой вот полезно есть много таких героев в принципе например тот же шедушим или там например фурион да он тоже может пойти на любой line он может и в лес пойти в сложную в легкую пойти может может центр принос центр меньше всего хоть конечно но может если надо тот же например вивер кстати он может тоже пойти в центр и в легкую сложно увидеть такие универсальные получаться герои так вот doom вернемся скидом потому что это очень важная тема думк антрит вивера почему потому что вообще чем хороший вер у вера мало хп но а вивер юртки-вертки шустрый быстрый неуловимый неудержимый герой с ним очень сложно сражаться потому что почему вы смотрите вот они есть такой спел у него шугучи которые длительность 4 секунды а кулдаун обратите внимание на четвертом уровне спала 6 секунд то есть каждые две секунды может ну то есть после того как спел был про юзан через две секунды может он быть использован вновь такие дела что он делает он позволяет и руку вот на эти четыре секунды находиться в невидимости он уходит и видимость более того в этой невидимости он получает максимальную скорость передвижения плюс еще то что 50 130 150 вроде бы немного но знаете вот два три четыре раза если вы на линии против него стоять и это очень очень неприятно плюс ливер есть неплохая пассивная способность которая позволяет ему проводить две атаки вот эти кулдаун 4 6 5 6 5 4 2 с полной секунды то есть каждые с полной секунды вивер там стреляет один раз а вылетает как бы две тычки грубо говоря два удара ну и таймлапс который позволяет ему вернуться на некоторое время назад в буду в прошлое то есть на 5 секунд прошлое и соответственно грубо говоря там вы в убили били 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 5 секунд там почти убили а он сделал этот скилл таймлапс использовал вернуться назад и вот уже с полными хп а вас он тоже белый у вас получается хп меньше ну тут у вас и добивает вот так вот вивер он очень быстрый очень вертки юрки и собственно что делает с ним дум дум вешает на него том и вивер не может использовать не таймлапс не там шубу чину вообще ничего не можно использовать потому что дум собственно такой вот спелл такие дела и поэтому как бы команда люби может себя сейчас спокойно набирать дома и собственно этим как бы вот уже контрить у этих вот троих героев на корню ну а вивер по сути не то чтобы он контрит брю мастера но вивер может как раз вивер один из всех героев которые можно с ним сражаться то есть брю master делает свой сплит вивер начинает от него в шубчах убегать блю мастер там за ним бежать там какие-то ну вот�� камнем он дал вивер там таймлапс ну короче в общем то там будет такое долгое сражение и неизвестно еще кто кого то там победит вот поэтому как бы вот решили что вивер будет контрить брю мастера но может быть а другом думать 혹시 what's the game of like вот он как бы забыл может быть об этом время с Somers на но как бы ну не то чтобы совсем они равноценно эти героя бюрю мастер все-таки Пополезнее будет, чем, но как бы Если что, то посражаться вивертом потом Сможет И что делает Ксяо Эйд Ксяо Эйд Дальше пикает Дальше пикает И вот он сейчас набирает В общем Выбирает он Рубика Сейчас здесь появится Рубик, честно говоря я думал Что должен появиться сразу же дом Но появляется Рубик По игре Вот забегая вперед Я скажу, что там мог быть в принципе на месте Рубика Любой саппорт с дизейблом То есть задача была Рубика В принципе подцепить Кого-то телекинезом, ну то есть за дизейбли То есть обездвижить на какое-то время Чтобы остальная команда могла там догнать Убить, растерзать, порвать И так далее Вот с этой функцией он справлялся Ну точно так же как и Shadow Shaman Хорошо когда один дизейбл, когда два дизейбла лучше Ну плюс еще надежда была на то Что Рубик там что-то будет воровать На шестом левеле у него ультимейт появляется Который позволяет украсть любой спелл противника Который только что был использован Но проблема в том, что Ну на самом деле по игре получается так Что Рубик особо ничего ценного и не успел сворвать И тут, ну как Самые ценные на самом деле были Шугучи, который использовал Вивер Который использовал Вивер Ну и Рубик типа становился более мобильным А все остальное, что он там ворвал Ну такое было типа, такое себе Но по идее Можно было ворвать хороший, например, можно было ультимейт Operation Ну то есть видите, Рубик это тоже Как такой Джокер Но понимаете, когда вы пикаете Рубик Это вот как пик типа Патме или Пуджа То есть если Пудж хукает, то вы побеждаете Если Мирана попадает стрелы, вы побеждаете Вот тоже самое Рубик Если он крадет Крадет С пылы Какие-то хорошие, как-то их использует То у вас все хорошо Ну и вы это неоднократно видели, например, команды Нави там к уроку Просто цари, да, на Рубике тот же Интернешнл Вспомните, когда и Дэнди в центре там на Рубике Играл Ну, короче Рубик весьма полезный персонаж В качестве саппорта Тем более Потому что ему на самом деле Вот еще вернемся к тому, что Есть такие герои, которым нужен некий фарм Да, и вот почему Героев называют саппортами Потому что саппортам, по сути Не нужны какие-то артефакты Для того, чтобы уметь им мочь сражаться У них есть сплы И этих сплов им достаточно Для того, чтобы вносить дэмэдж Приносить пользу в команде Вот Шадоу Шаман, Рубик и даже Брюмастер Такие герои, которым, ну, не нужно Вот, по сути, ничего То есть здесь появляется Блинк Даггер Тут тоже Блинк Даггер И здесь Блинк Даггер Вот единственный артефакт, на самом деле Который им всем нужен Это тысячи два Блинк Даггер и Аркан Буц И все И они уже готовы сражаться Врываться Что касается Фуриона То вот Фуриона как раз Гораздо больше всего надо Чтобы быть полезным команде аппарату То, ну, аппарат Нет, на самом деле Аппарат не полезен там Никаким образом с артефактами Ему действительно не нужны Никакие артефакты Он просто вот полезен с пылами Сразу же он там бросает Все это дело Фурион не так полезен С своими с пылами Вот именно в сражении Он полезен с пылами Как в качестве пушера Да, который может там Полететь куда-то Там призвать триантов Начать пуши Отвлекать команду Вытягивать ее внимание на себя Этим он, да, очень полезен В сражении Ну, как бы тактически Да, тактически Фурион тоже хорош Он как бы может, типа Залететь в спину саппортом И саппортов быстро пощелкать Но быстро пощелкать Он может только Когда нафармить хороший артефакт Но при этом Дезолятор доедал Так вот Фурион Да, он немножко Жадноватый в этом плане Что касается вивера То вивер по сути Тоже не очень-то Требовательный артефакт Ему надо по сути Два всего артефакта Это линкен сфера И дезолятор Либо же БКБ дезолятор Либо же прот дезолятор Либо же просто БКБ Ну, то есть по сути Он демодж может сносить Ну, благодаря своей Джиминайт атаке Там два раза, да Благодаря тому, что Он с шагучами Там еще демодж Вот, как бы Он не является таким Знаете, берст дамагером Вот, как, например Тот же Ну, например Тинкер с догоном Который догон Или вот морфлинг Да, то есть Ну, тинкер с догоном Который лазер Там, догон И потом ракета И сразу же Уже много демоджа внес Но он является таким Дамагером Который На протяжении Какого-то времени Может периодический урон Постоянный вносить То есть постоянно Плюет Постоянно жучки эти бросают Которые там вас подсвечивают В шагучах бегают Вот такие дела Ну и Вичи Гейминг Вот все-таки Смотрите Появляется у нас Сэн Кинг Не Ду Но Сэн Кинг Что такое Сэн Кинг Что он может Для чего вообще Сэн Кинг нужен Чем он полезен И как вот вообще В этот пик заходит Сэн Кинг на самом деле Ну вот Мы сейчас размышляем О том Что вообще Как считает Ротике Ротике считает Что Нужен Герой для Типа подстраховки Нужен герой для подстраховки Который будет Формировать леса Находиться в лесах Он будет там Убивать лесных крипов Получать деньги Получать Естественно Опыт Таким образом Он как бы Будет приглядывать За может быть Кэри Который там В лесу находится Да и Ну как энчантер То есть вы бегаете По своим делам Если что Вы вышли на линию Там смогли подгангать Сэн Кингу тоже По сути нужен Один единственный артефакт Это самый Блинк Даггер И он Хорош тем Что Сэн Кинг Вот он может Его быстро вынести Вот например Как и Фурион По сути То есть он может Пойти в леса И там безболезненно Для себя фармить Благодаря Пескам То есть он заходит В крипов Включает эти вот Пески И крипы начинают Там по ним бегать Получать дамаг Ну в общем Вот такая вот штука Но опять таки Сэн Кинг не тот герой Который может сразу же драться Это тот герой Который ему надо Все таки нафармить Потому что полезным Он изначально быть не может Почему? Потому что у него Сплы такие Какие вы меня спросите Я вам объясню Бору Страйк Это подкоп такой Вот он в направлении Там куда вы кликните На карте Там сюда Сюда Не важно Он прыгнет в этом направлении И все кто будет находиться На этом расстоянии На которое он прыгнет Они все получат дэмэдж И оглушаться Получат оглушение На 2 и 17 секунд Хорошее оглушение Но проблема в чем? Посмотрите Дальность применения 350 450 550 650 Очень маленький Рэндж спла Особенно на начальных уровнях То есть У Сен Кинга Когда у него 5 уровень У него рэндж 550 Это такой же рэндж Как у Телекинез Рубика Например Или у Шадо Шамана Хекс Сравнимый рэндж Понимаете? Очень маленький рэндж То есть Сен Кингу изначально Чтобы подкопать кого-то На первом На втором Левеле На третьем даже Левеле Ну практически Вплотную подходить А это естественно Умные хорошие команды Скилловые Не позволяют То есть Ну то есть Нужен еще какой-то персонаж Который бы например Вот как Рубик Ну да Если бы здесь был Например Апорей Вместо аппарата Рубик или Шадо Шама То есть Рубик зашел Достал телекинезом И дал время Сен Кингу Потом подойти И еще и подкопать Но здесь вот аппарат Пикают Сен Кинга Сен Кинга Ну то есть Ротике считает Что изначально Драться мы не будем То есть Несмотря на то Что исповедует Вот такой вот Очень агрессивный стиль То есть И дадим время Этому саппорт Ну может быть Мы-то и будем драться А вот этот саппорт Драться не будет И он нафармит нам Блинк Даггер И потом уже станет С ним полезным Но к этому Мы попробуем еще вернуться В самой игре Потому что там будут Такие моменты Вот Вот что думает Ротике По этому поводу А время Пикать Ксяо Эйта Ксяо Эйт Выждал Паузу И Собственно Понял Что дальше Наверное Терпеть нельзя Надо Пикать Дума И он Пикает Дума Все ребят На этом На этом Игра выиграна Потому что Посмотрите Вот на то Что находится Вверху И на то Что находится Внизу Это то же самое Я говорил Во время стрима Когда собственно Шоу матч Дум Вот в этом пике Это уже все Это вот Целостная команда Тут можно даже Пятого героя Не добирать Он абсолютно Не нужно Потому что Дум Как вот Будет проходить Сражение Я вам сейчас расскажу Встречаются Две команды Идет вперед Дум Вешает Дум На Вивера Вешает Дум На Вивера Соответственно Вивера Он из битвы Выключает На 11 секунд За 11 секунд Вот эти вот Саппорты Свой проказ Дадут Дум Будет дальше Танковать Сражаться А тут Все остальные Тонкие Ценкинг Ценкинга Убьют Фуриона Аппарата Останется Там Один Вивер Который Собственно Из дума Выйдет Там С половиной ХП И Просто Будет Бежать Назад Вот Примерно Так Будет Происходить Сражение А тут Не забывайте Брематер Еще и Клепает И Клеп Немало Дем Наносит По всем Этим Хилым Саппортом Поэтому На этой Стадии Можно сказать Что Игра Выиграна И Заметьте В этот момент Он тоже Понял Как и все Собственно Мы с вами Что Ну Игра Проиграна Потому что Он не глупый Человек Он дошел До финала И он должен Что-то Придумать Такое Чтобы Как-то Это все Попробовать Законты Какой-то Такой Герой Который Сможет Сразу И драться Который Сможет И против Дума Как-то Противостоять Думу И брюмастеру Этим Саппортом И вот Что-то Надо Делать Вот Но К сожалению Он уже Четыре пика Использовал И пятый пик Не сможет Никак Решить Эту историю Причем Мы сейчас Зайдем До пятого Пика Который Должен Хоть Как-то Исправить Ситуацию Но Который Ничего Не Исправил Пока Что У нас Баны Итак Рутики Понимаю Что Здесь Уже Сверх Плотная Команда Здесь И два Очень Плотных Очень Дюра Был Что Потому что Тут Теоретически Не хватает Керри Смотрите Два Саппорта Героя в центр И героя в сложную Ну вот Как-то так Должно Выглядеть Вот Поэтому Банит Лифстиль Понимает Что Как бы Ну Еще и Такого Чувака Нам просто Не надо И То есть У него Еще и Рейдж Есть Бесплатный БКБ А Лифстиль Просто кушает Всех этих Саппортов На раз Два Три И Ему все равно Сент Кинг Например Будет совершенно бесполезен Как и аппарату То есть Те герой Которые носят Магический урон Они будут Бесполезны Против этого Лифстильера Поэтому Лифстильер Не нужен То есть Чтобы еще Селенья Убенистали Вот так Не убежит Свою очередь Понимает Что Тут Пик В принципе Слабый И Вот Видите До сих пор Дополнительное время Там Чуть 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 Вот Надумал Долго Думал Над Рубиком А так В общем Быстро Быстро Банит Это говорит о том Что он все-таки Готовился к этой Игре И вот Более подготовлено Подошел Знает Вот четко У него есть Стратегия И что это значит Это значит Что Дота Все-таки Это очень Интеллектуальная игра То есть Вот это вот На стадии драфта Вот этого То есть Игра по многому Решается Не на поле боя Вот Не тогда Когда вы Вот уже там Сражаетесь Между собой А вот На этой стадии То есть Если вы набрали Себе плохих героев Или которые Что-то не могут делать Соответственно Ну то есть Сложно будет сражаться Сложно будет сражаться И вот собственно Бан Бристелбека Почему бан Бристелбека Потому что В этом пике По мнению Ротикея По мнению Ксяуэта Ну и в принципе По моему Мне тоже Не хватает Какого-то танка На самом деле То есть Эти герои Могут типа Сражаться Но должен все-таки Быть такой Персаж Вот как Дум Например Который пойдет Вперед И будет вот Горить Я Я готов Меня принимайте Я своей грудью Закрываю Всех Остальных Товарищей Которые В это время Наносят Дэмэдж Которые Дают Проказ И таким Героем Несомненно Является Бристелбек Ну там Есть еще Всякие Разные Варианты Но В общем-то Бристелбек И Бристелбек Тоже Вот на самом деле Дум его Контрит Но как На самом деле Контрит Тут понимаете Если Дум Будет Контрить И Бристелбека Тогда Вивер Будет носить Дэмэдж А тогда Это на самом деле На руку Команди Вичи Гейминг Потому что Бристелбек Будет заходить Он будет Тебя впитывать Этот урон Дум Все остальное Но Вивер Будет там Дамажить 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 Но Вичи Гейминг И в частности Ротике Думает Немножко По-другому И Решает Он взять Что-то Что-то Совершенно Не такое Совершенно Не такое 5 секунд Остается Смотрите Дополнительное Время Вообще 16 секунд Осталось Совсем Совсем Ого Так Я тут Поставлю Ребята На паузу На секундочку Мне надо На секундочку Мне надо Свернуться Для Чего Так 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 Сейчас 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 Мы продолжим Не переживайте Сейчас Все Будет И мы Продолжим И мы Продолжим И мы Продолжим Да Окей Продолжаем И Ротике Веном Веномантер Что Такое Веномантер Вернемся Тоже назад Немножко В прошлое Третья игра Которая была Проиграна Командой Вичи Гейминг Был Пик Такой Аппарат Фурион Веномантер Рубик И Эмбер Спирит Набрали Точно Такой же Пик Только Заменили Одного Саппорта На второго Санкинга На Рубика И Одного Квирина Второго Вивера На Эмбер Спирита Но Та игра Была Проиграна Вот И Собственно Ротике У меня Такое ощущение Сложилось Что он Просто Не смотрел На нижнюю Панельку На Этих Героев Он набрал Такой же Пик Как было В прошлой Игре Чтобы Исполнить То же Самое Что Исполни В прошлой Игре Но В прошлой Игре Был Другой Пик У Ньюби Не Было Дума А Дум Контрит Самого Главного Дэмэдж Дилера Команды Вивера Более того Он Контрит И Виномансера Ну То есть Например Если В файте Не будет Вивера Либо Не будет Виномансера То Он Просто Будет Давать Либо Идут Сражаться Они Не будут Давать Фурион Вот Как Адмирал Бульдог Как Нави Что Было На Прошлом Интернешн Что Они Там Формили По 40 По 30 Минут С Мидас И Могли Выносить Себе Ну Всякие Крутые Артефакты Там Аршиды Дезоляторы Дайдалус Сэшиду Блэйды Блинг Даггер Эмэйл Шторм Понимаете Этого Всего Не Будет Этого Всего Нет И Собственно Фурион Вот Без Этого Он Особо Не Полезен Тем Что Знаете Может Неожиданно Прилететь Сражение Вот Вы Сражаетесь Там 2 На 2 Вроде Потому Что Кто Убежал А Фурион Прилетает И Добивает Того Да И Прилетает И Извляет Вот Нежным Врывом То Появлением В любой Части Карта И Все Больше Ничем То Как Если Рассматривать Как Кэрри То Он Не Может Быть Кэрри Потому Что У Него Нет Спилов Которые Помогли Быть Из Кэрри Например Как У Вряз Кинга Есть Лайфстил Родной У Лайфстилер Тоже Есть Лайфстил Родной Помогает Им Отжираться Есть Дополнительный Урон Лайфстилера Потому Что Лайфстилер У Мирана Вот Почему Здесь Нет Мираны В пике Потому Что Мирана Ну Не Поэтому Короче Поговорим Чуть Чуть Про Мирану В чем Смысл Мираны Многие Просто Мирану Как Кэрри Собирали И Мирана Как Кэрри В Команде Она Проигрывает Любому Другому Кэрри Который Имеет Какой То Хотя Бо Один Пассивный Спил Потому Что У Мирана Ни одного Пассивного Сплая Нет И Сражение Вот Если Уже Пойдет Активная Фаза Сражения Вот Эта Старфол Он В принципе Дэмэджа Никому Не нанесет Потому Что Во многих Случаях Там Уже БКБ Будет Кэрри А Даже Если Будет БКБ То Не Факт Что Именно Старшторм Дважды Попадет По одному Тому Герою Вот Да И Более Драться То Стан Будет Минимальный А если Поставить Вообще Один На Один Сражаться Одного Героя Второго И Будут Друг Друг Тычками Обмениваться То Она Разве Что Может С Фуреном Потягаться Больше Ни с кем Потому Что Там Какой Нибудь Вевер И Все Остальные Просто Запинают Благодаря Тому Что У них Есть Пассивки Тоже Самый Брюмастер Понимаете У него Есть Клэп Клэп У него Еще Пиво Который Он Там Набросит И Так Далее Вот Вот Такие Пироги Давайте Все Продолжим С Пиками Мы Долго Обсуждаем Потому Что Это Важно Это Интересно И Вот Так Вот Видите Иру Текей Как Я Говорил Вот Ошибается Он На Пик Совершенно Не Смотрит А Эти Герои Вот Просто С Всеми Этими Разобраться Здесь Урон Такой Пассивный Больше Периодический Урон То есть Веномантер Ультанет Со временем Урон Будет Тикать Аппарат Тоже Ульта У него Со временем Тикает Фурион Ультану Потом Пока Всех Облетело Прилетело То есть Нет Берс Дамага Нет Во первых Нет Танка Сейчас В команде Потому Что Ксяо Видите Думал Мы Думали Сами Хороший Берс Дамаг Смотрите Варды Поставил Еще Если Закрыл Вас В этих Вардах И Еще И Заршок Все До свидос Ребят Вот Тут Никто Может Ну Кто Только Сент Кит Может Похвастаться Берс Дамага Потому Что Он Может Прыгнуть С подкопа И Собственно Еще И В Ультимейте На Вот И тогда Да Тогда Это Будет Очень Больно И Очень Неприятно Так Вот Пик Последний Пик От Эмбер Спирит Смотрите Тут На самом Деле Любой Мог Быть Пик Особо Может Быть Не Ну Не Зачестно По Моему Мнению Вот Потому Как Проходил Эмбер Спирит В Игре Вот Сейчас Мы Посмотрим Будет Архи Полезен Очень Был Крут Но Тут Мог Появиться И Любой Другой Собственно Герой Потому Что Точно Так Жен Был 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 Вот Но Тем Не Менее Это Эмбер Спирит Но Я Считаю Что Во многом Этот Герой Заслужил Появиться В Финале И Каждый Год Победный Пик На Следующий Год Победный Пик Предыдущего Года Вальве На Обложку Нового Интернешнала Сажают И Заслужил Он Эмбер Был Пермапик Пермабан Да Ну И Вот Собственно Герои Хорошие Герои Кстати Тоже Полезен И Почему Еще Его Все Так Пик Потому Что Вот Как И Вей Стиле Гринь Йоби Этот Герой Полезен Вот Кстати Он Полезен На Всех Стадиях Игры Начале В середине В конце У него Архиполезный Сплы Всегда Вот Это Очень Хорошо Вот Такие Пироги Ну Что И У Нас Началось Сражение Давайте Чуть Промотаем И Вперед Пока Там Герои Героев Разберут 10 секунд Остается Так Вот Да Пошло Пошла Игра Мы С вами Тут Еще Немножко По По Игре Поговорим Потому Что Есть Все Такие Моменты Которые Надо Обсудить Я Себе Написал Время Когда Надо Куда Смотреть Ну Тут Сразу Герои Выходят Куда В чужие Леса Что То Проверять Какие Варды Ставить И так Далее Но В принципе В принципе Тут Никаких Стычек Сейчас Не будет Просто В общем Все Зашли Посмотрели Сейчас Посмотрим Как По Лайном Станут Вот Это Интересно Потому Что Совсем Неожиданно Получилось И Ну Как 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 Бы Как Как Бы Как Бы Раз Два Три Четыре Смотрите Кто Здесь Наверху Наверху Силар Это Значит Что Фурион Будет В роли Керри Выступать Фурион Будет Фурили Керри Будет Саппортить Там Два Саппорта Точнее Один Саппорт Финрир Будет Саппортить А Фай Будет Там В лесах Формировать Ну Вот Смотрите И Здесь Керри Профет А Вот Здесь Керри Брюмастер И Кто Сильнее Кто Из них Сильнее Выскажешь Как Керри Конечно Брюмастер Вот Уже Собственно Ньюби Начинают Проигрывать А Точнее Ньюби Начат Выиграть Потому Что Даже Если Грубо Говоря Гороба Проделять 90 минут Нафармил Б6 Слотов Фуриона Нафармил Б6 Слотов Мото Здесь Ну Чтобы Произошло Мол Все Рано Убил Был Фуриона В любом случае А здесь У нас Смог А здесь У нас Смог Потому Что Агрессия Потому Что Юби Готовы Сражаться Посмотрите Вот Здесь Есть Ротики Которого Зашли Подняли Бросили Назад Тут Еще Теперь Держат Все По Таймингу Видите Не Сразу Потом Ишь И Связочка От Хао И Это Ферст Блад Ну Что Как Это Ферст Блад Можно Было Избежать Или Не Избежать Что Вообще Можно Было Задавать Паузу Нажмем Потому Что Есть Что Обсудить В центр Пошел Виномансер Ротики Вот Так Вот Нежинно Все Случилось Своего Мейнкерри Команды Вичи Отправляют Сложную Формить Сложную Супер Вивер Отправляет Формить Ну Супер Вообще Играет На роли Центрового Игрока Но В данном Случа Он Играет Сложную Формить А Ротики Сам Который Должен Уйти В сложную Он Отправляется На центр Почему Так Вот Решили Вичи Гейнкерри Потому Что В некоторой Степени Виномансер Благодаря Своим Вардам Которые Он Защищен От Всяческих Напастей Нападок Противников Потому Что Он Свои Вардеры Оставляет Везде В этих Точках Тут Тут Нельзя Попинговать Порисовать Тоже К сожалению Нельзя Здесь Например Может Поставить Тут В общем Всячески У него Появляется Вижен И Сложно Неожиданно Прийти И Как-то Загангать Но Вот Сейчас Получилось Потому Что Смакия Зашли В спину Зашли А Он Как раз Спустился Сюда Вниз Сыграл Очень Неосторожно И Скажем Так Неправильно А Саппорты Которые Успели Прийти Но Они Уже Успели Просто Увидеть Смерть Своего Скажем Так Центрового Игрока Вот Так Ну И Дум Ксява Который В общем То Сразу Вайлкина Нашел Сего Ноль Плюс Три Брони Дума Проблема Сосудив Своем Брони Но Все Вроде Б Неплохо Удума Сейчас Потому Что Есть Аура И Будем Стать Здесь Против Фуриона Будет Великолепно Ну а Саппорты Которые Только Что Сделали Ферресбот Они Что Делают Добл Стаки По пути Добл Стак Здесь Сделали И Возвращаются На линию К Му Му В принципе Если бы он Ставил Против Супер То Супер Там Что Были Себе И Вынес Там Все Было Неплохо С этим Увиде Дело На Не Может Здесь Агрессивно Как-то Себя Вести Вообще Подходить Крипам Получать Какие-то Деньги Вот У него Смотрите 52 Статистика До Прихода Саппортов А У Собственно Уму Благород Ну там Не будем Отматывать Ну Уму Было Там Типа 4 3 4 А вот Сейчас 5 1 Так И Остается У Супера Потому Что Все Крипам Он Подойти Не Может Здесь 2 Дизейбла На Самом Дизейбла И Все И Все А у Него Ну По сути Шубочинка Первого Левла Ну Поэтому Просто Вот Видит Дали На 140 Магирского Урода И Отгоняют Назад Вот Так Дальше У нас События Происходит Чуть Чуть Дальше Сейчас 2 11 Нам Нас Интересует Третья Минута 22 Секунда Давайте Чуть Чуть Вперед Промотаем Сейчас 13 51 45 Так Еще Надо Проматывать Да Вот Смотрите Что Здесь Сейчас Будет Происходить Что Будет Происходить Doom Так Doom Смотрите Doom Цепляет Потому Что Там Пошел Лица Проверять Давайте Нет Давайте Чуть 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 Надо Отмотаем Чтобы Все Было Как Бы Пред История Была Ясна Так Вот Doom Давайте Еще Дальше Дум Смотрите Стоял На Линии Есть У него Кстати Warstomp Очень Полезная Штука Такое У нас На Думе Оглушение Ну Ладно В общем Дум Пошел Проверять Чужие Лица Потому Что Там Есть Саппорт Фай Который Сенгин Которого Отправили Фармить Никого Он Здесь Не Нашел Но Здесь Он Нашел Стаки Здесь Он Нашел Стаки Понял Что Там Стаки Но Тут Еще И Подошел Фай И Теперь Дум Начинает Бежать Представляете Фурион И еще Эротики Зацепили Дум А Смотрите Что делает Хау Хау Связывает Всех Хау Включает Там В горелочку И Уже Делает Смотрите Минус Один Минус Два Дум Здесь Погибает Но Силар Бежит И Минус Три Хау Делает Минус Три Вот Так Вот И Этот Саппорт Героя Который Действительно Может Сражаться В самом Начале Ротики Возвращаться На линию И Ротики Уже Дважды Погибал Выходка Дума Просто Дум Прошелся По лесу Прошелся Сюда Погорел Сюда Пришел И Эмбер Спирит Связал Там Всех Сейчас Может Не видно Было Но Он Горел Там Был Флэмбард Включен Флэмбард Который Второго Волон Обрите Внимание Интересная Раскачка 1 1 2 Вот Так Всего По Чуть И Фисты Совершенно Здесь Не нужны Ну Потому Что Не нужны Потому Что Тут Некого Типа Слишком Дамажить И Гораздо Больше Дамажит Вот Не Получилось Связать Я Дам Отбросился Нас интересует Пятая Минута И 14 Секунда То Есть Так Давайте На паузу Прожмем События Вот Эти Вот Которые Произошли Только Что 4 1 Дам Расчет Три Фрага Сделали Почему Почему Так Было Потому Что Потому Что Саппорты Саппорты Которые Там Умирали Точнее Фурион Который Прилетел Да Сам РТК Ну И все Остальные Они Слишком Битые Слишком Битые Ну То Слишком Мало ХП У них Было А дом Несмотря На то Что Мы Зацепили Дома 800 ХП Вот Посмотрите Да Давайте Даже Вот Все Перемотаем На Вот Посмотрите Здесь Есть Виномальтер У Которого Половина ХП 350 ХП Вот Он Вышел Сэнд Кинг У Которого 530 ХП И Фурион Так Так И Фурион У Которого 570 ХП А Здесь Давайте Сложим Просто ХП Всех Этих Троих Героев 400 Плюс 445 845 Плюс 570 840 И 570 Это Будет Так 800 И 500 1300 1400 ХП 1400 ХП А Здесь 600 И Ну Тоже 600 1200 То есть У двоих Героев 1200 ХП А у Трекеров 1400 Вот Так Вот Получается То есть На 200 ХП Всего Лишь Тих Трех Героев Больше Что Из Пылов Я Здесь Ничего Нет Здесь Подков А Здесь Ничего Нет Кроме Пеньков И Все Вот А Здесь Флеймгвард Есть Понимаете Который Наносит Уже 200 Урона Впитывает Впитывает 200 Урона Магического А Наносит 40 Урона В секунду 40 Урона В секунду Ну и тут Еще И Сирен Чейн Который Урон В секунду То есть Общий Урон 120 2 секунды Будет Действовать И 120 Нанесет Урона Так Вот Собственно Давайте Даже Меньше Скорость Поставим Типа Супер Слоу Моушен Дум Бежит Так Смотрите Есть Дум Дает Стан И сразу Сирен Чейн И Посмотрите Что происходит С героями Раз Ротика Уже Нет Подкопал Подкопал Файл Подкопал Дума Дум Произойдет Еще и Финрир Перешел Сюда Помогать Но Файл Тоже Погибает В это Время Все Видите Флэм Гвард Горит Флэм Гвард Демоч Пески Зашел Но Просто Хао Подошел Сюда И Хао Спалил Там Песка Дальше Он Бьет Просто Силара Он Бьет Силара И Гонится За Нем Вот Видите Из Тех 1400 ХП Осталось Просто 200 ХП У Одного Силара Который Уже Начинает Убегать Тут Дум Все Так Убили А Хао Даже Не Продамажили Потому Что Агрессия Была Надум Здесь Сан Разрезом Добивает Фуриона Там Я Не Помню Отпивался Он Или Нет Но Как То Это Все Вот Так Вот Произошло Так Ну Давайте Быстренько Ускорим До 5 14 До 5 Минут Там Курьезный Момент Произойдет Так В чем Собственно Курьез Момента Давайте Так Нормальная Скорость Курьер Возвращается С Бутылочкой На Фонтан Ну Естественно Для того Чтобы Эту Бутылочку Восполнить Здесь Стоит Стакает Фаи Крипов И вот Начинает Их Формировать Начинает Их Ну То Что То Что Я Говорил Смотрите Саппорт 700 ХП 800 Денег У него Уже Есть Пятая Минута Третий Левел Все Нормально Как Был Сейчас Еще Истаки Заформит И будет У него Еще Больше День Еще Больше Всего У него Вот Уже Смотрите 800 900 Ну То Быстро В принципе Может Этот Блинк Даггер Который Так Необходим Вынести Так Курьер Вот Залетел Сюда Что Восполнил И Приобрел Рингов Протекшн Для Рутике Боддл Естественно Для Рутике Даже Более Того Базилочку Для Рутике И Летит Вот Сюда Вот Тут Смотрите 1200 Заформил Все 1200 Так Че То Я А Это Позже Было Слушайте Ну Что Ж Такое Что Ж Такое Ладно Давайте Чуть Что Что Произошло Тогда 4 1 Счет А Здесь Все Я понял Что Я тут Немножко Немножко Я ошибся Да Так Вот Кстати Что Что Интересного Так Да Смотрите Здесь Собственно Саппорты Команды Ньюби В общем-то Помогали Всячески Стоять Му Но Тут Был Выход На Рутике Рутике Там Отбросился Отплевался Ушел И Все В принципе У него Прекрасно Му Имеет Здесь Вард От Супера И В принципе Уже Начинает Потихоньку Пушить Потихоньку Начинает За этот Тавер Браться А Супер Четвертого Левела Ничего Ему Можете Потому Что Здесь Есть Вард Ну Какая Сила Вивера Вивера Типа Сила В этой Невидимости Если У вас Есть Вард Вы В принципе Особо Его Не Быйтесь Если Он В Шугуче Ничего Страшного Вы Будете Контролить А Поскольку Вот здесь Происходит Все Эти События Вот Сейчас Допушу Там У него Вард Саппорты Поставили Тем более У него Тоже Четвертый Левел Все У него Прекрасно Щиток Есть Саппорт Его Бросили Для Того Чтобы В очередной Раз Выйти Ганг Смоу Ганг Куда Решили В этот раз Ротики Не Гангать Потому Что У него Тут Слишком Много Вардов Всего Неприятного Ну И Ну И Больше Он Ничего Тут Делать Не Может Хотя Витя Успел Все Таки Призвать Триан Дайте Вот Свои Энтов Ну И Все На этом Все Как бы Эпизод Исчерп Да Погибает Он 514 Теперь 640 Вот Теперь Наверное Все Таки К этому Моменту Вернемся Так Да Видите Новые Уже Крепы Появились Здесь Или Может Ник Ну Сейчас В любом случае Узнаем Да 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 Это Именно Этот Момент Это Именно Этот Момент Курьер Вылетел С базы Потому Что В Курьере Есть Варды А Для Фа Есть Смог Который Он Смог Принести А Варды Для Фенрира Вот И Летит Сюда Курьер Лет Курьер Здесь Сэнд Кинг В принципе Формит Этими Своими Песками А Вот Формит Песками То есть Не фармит Вот Сейчас Начал Формить Так 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 Пауза Пролетал Курьер Пролетар Пролетар Да Что ж Так Пролетар Пролетал Курьер И Включил Пески Фай Но Поскольку Фая Крепы Не видят Они Согрались На Курьера Они Согрались На Курьер Вот Он Отдал Себе Этот Смог Вот И Фай Понял Что Черт Побери Курьера Атакуют Давайте Курьера Спасать Вот Он Резко Отправляет Курьера Назад Курьер Курьер Кп Живой Но В этот Момент Фенриер Прожимает Еще раз К себе Он увидел Что Курьер Остановился Что Такое И Отправляет Курьера К себе За Чем-то Или Сам Фай Туда Его Отправил Короче В общем Ошибка Вот Такая От Команды Которая Заняла Второе Место Наза Интернешнл И Поэтому Я Хотел Просто Продемонстрировать Акцентировать На этом Внимание То есть Вот Так Глупо Потеряли Курьера В котором Были Варды Кстати Вот Поэтому Не теряйте Курьеров И Следите За Этим Ну И Дальше У нас Уже 9.21 Нам Надо Мотать На 9.21 Так Это 3 минуты 7 8 Ну Вот Здесь Мы Начинаем Восстанавливать Наверное Да Так Вот К этому Времени К Времени 9.21 Остается 40 секунд И Здесь У нас Рутикей Есть У него Бутылочка Есть У него Хедрес Ну И Рутикей Вот Для чего Вы Увите Пикали В центр Он Пошел Для того Чтобы Типа Пушить Вот Он Уже Видите Очень Много Вардов Ставит Здесь И Варды Уже Четвертого Левела Очень Много ХП И Хао В принципе С ними Справляться Уже Не Может Видите Они Просто Отпинали Эти Варды И Что Делает Хао Хао Естественно Оставляет Здесь Реминанта Ну Потому Что Смысл В чем Вы Оставляете Реминанта Бежите На базу Регенерироваться Лечиться А потом На реминанта Быстренько Возвращайтесь Не тратя Светок Портала Ну Соответственно Такой Хороший Игрок Хао Умеет Этим Пользоваться И Это Делает А здесь Дальше Происходит Что Здесь Дальше Происходит Вот Давайте Я сразу Включу Замедленную Камеру Чтобы Объяснять По ходу Движения Ротикей Заходит Вот сюда У ротикей Видит Этого Реминанта Подходит Сюда Но Хао Возвращается На реминант Хао Пригай Хао Связывает Ротикей Связывает Ротикей Дает Там Разрез И Просто Ротикей Убивает Потому что Он Фул Прилетел С фонтана Ротикей Вот Еще Рубик Банана Поднял Его Бросил Назад Все Нету Виномансера Ошибка Чудовищная Ошибка Вот Видите Реминанта Идете Прямо Сюда Вот Прямо Под этого Реминанта Подошел Даже На Рейндж Вот Видите Где Умер Вот Здесь Умер В принципе Вышка Могла По нему Попадать Как бы Детская Ошибка И Не понятно Чем На самом деле Ротикей Да Мне кажется Что Были подавлены Игроки Своим Пиком Тем Что Набрали 6-1 Счет Ну И поэтому Так Невнимательно Уже У них Не было Уверенности В себе Сил Как-то Вот Просто Такие Начали Ошибки Совершать И В принципе Эта игра За 6,5 Миллионов Долларов Понимаете Ребят Поэтому Ну То есть Все Могут Быть Хорошими Игроками Все Любой Вот Игрок Я Уверен Сов Пабе Например Ребята Не хуже Мы Смогли Вот Только Что В этом Эпизоде Отыграть Или Наоборот Не Поставиться Вином Амсером 9-21 Дальше 11 минут У нас Дальше 11 минут У нас 10-29 И Вот Сейчас 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 Что Сейчас Сейчас Собралась Наконец-то Команда Вичи Гейминг И исполнить Пуш Прилетел На Центр Смотрите Тут Массированная Просто Атака Туртики Уже Варды Ставит Ну Как Начинается Атака Виномайстера Ну Зачем Вот С Пушите Убиваете Крипов Они Очень Быстро Убивают Крипов А потом Потихоньку Начинается Крип Ближе 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 Ставите И добирайтесь За тавра Тавр Видите Уже На Ладан Дышит Подходит Сюда Супер Подходит Силар Кстати У силара Уже К этому Времени Обливаем Став Появился Давайте Общую Ценность Посмотрим Общая Ценность Благодаря Этим Фрагам У силара Все таки Хромает По 3000 У силара И у фуриона А тут Уже 4-3 героя Гораздо Гораздо Дальше В общем Силар И Фай С Блинк Даггером Уже На Десятой Минуте Видите Какой полезный В принципе Санкинг Если вы Правильно Информите Если вы Умеете Так Делать То Пожалуйста Десятая Секунда Более того У вас Там Уже И Сапог Еще Есть И Все Артефакты Санкинг И В принципе Он Уже Может Выходить В сражение Собственно Что Все Единственное Фенрира Нет А все Остальные Есть Но Фенрира Метятых Портал Если Что Так Подозреваю Он Может Прилететь Итак Тут В общем То Варды Уже Везде И Пошла Пошла Атака Пошла Атака Так Здесь Телепортация Дома Что Дел Так Так Вот Видите Нет Давайте Ну Я это могу В быстром Режиме Конечно Прокомментировать Но Так Будет Ну Мы Такой Анализ Делаем Надо Все Это Медленно Тщательно Разбирать И Объяснять Итак Здесь 44 Телепортируйся Команда Понимает Что Тут Уже Пошла На них Атака И Надо Защищать Тавер И Даже 200 ХП Понимаете Они Защищают Тавер Здесь Есть Все Кроме Дума И Брюмастера Саппорты Есть С макетом Они Тут Что-то Еще Летят Варды Все Прекрасно Вспылы Есть Более того Рун Регенерации Барабаны Есть То есть Артефакты Хорошие У всех Саппортов И Соответственно Телепортируется Сюда Дум Где Дум Дум Купил Телепортацию У Дума Тоже Блин Дагер Вот Он Пошел Телепорт Кто Здесь Есть Здесь Супер Который Заходит Правильно Делает Спину Занимает Отличную Позицию И Сейчас Будет Запускать Червячкосы Дум 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 Телепортируется Прыгает Сразу Вперед Дает Скор Черт Поджигает Землю И Делает Что Дум В ротике У которого На 8 Левеле Ультимейта Нет Которого Можно было Ультимейта Не давать Но Это же Самый Главный Герой Который Но Команды Вичи Гевен Сразу В Думе Видите Это Минус Один Тут Еще Панда Пришел Там Заплевал Червячков Внизу Этот Супер Но Он Больше Ничего Не Может Поэтому Где -то Назад Там Убежал В общем Там Минус Один Сделали Соответственно Финдрир Все Это Дело Наблюдает Издалека Потому Что Он Ничего Сделать Не Может Ну А Вивер В это Время Все Тавр Забрал Ну И Тони Он А Силы Тьмы Там Погоня За Силар Продолжается Вот Возвращается Сюда Хао И Смотрите Что Делает Фай В этот момент Фай В этот Момент Обходит Заходит Аж Сюда Видит Что Тут Есть Выгодная Позиция Для Врыва Силар Тем более Закрывается Сейчас И Попытается Сделать Но Он Не Сделает Терепортацию Может На меня Типа Байтим Товарищи Все Подходят Втроем Здесь Раскостовывает Смотрите Ультимейт Прыгает Подкапывает 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 Подкапал Только одного Дума Вот Все герои Живы Все Герои Живы И Получается Что Ставка На Саппорта Который Типа Вот Реально Что Сейчас Сделал Собственно Как бы Фай Да Он Влетел В толпу Очень Круто И Всех Троих Типа Подкапал И Практически Убил Тут Не хватило Только ульта Фуриона И ульты Аппарата Но У аппарата Ульты Нет А Фурион Уже Погиб И Более того Он Как бы Ульт свой Давал То есть Уже Герой Типа Хорошенный Более того Тут Брюмастер Разложился У него 200 хп Осталось Но он Разложился И его Все равно Не убили То есть Вот он Первый выход Саппорта Отличный Врыв Подкоп Все Классно Но Никого Он не забрал Дэмэджа Не хватило Просто потому Что герой Уже плотный Здесь Более того На Эмбер Спирите Там не было Даже Флеймгварда Понимаете В чем Проблема У него 1100 хп Как и Одинаково 1119 хп Они были Фуловые Потому что Вообще Никакого Дэмэджа Не нанес Своими Этими Потугами Ротики И вот Собственно Товарищи По 300 хп У них Осталось Думать Чуть Меньше Потому что В него Именно Подкоп Был Дан Ну И дальше Будет Происходить Собственно Убивание Сэнт Кинга Тут Еще Пеньки Пытаются Что-то Делать Но Сэнт Кинг Хаут Сюда Забегает Чтобы Тоже Как-то Уфая Естественно Уже Нет Маны Ни на Что Потому что Весь Проказ Он Дал Но Вот Проблема Сэнт Кинга Тоже И В некоторой степени Потому что Повезло Что Даггер Немножко Изменили И Блин Даггер Теперь Не стоит Маны Вот Но У него Было Потеряли Шедоу Шамана Да Шедоу Шамана Убил Вивер Ну То есть Вивер Он Все-таки Сделал Своё Дело Он Забрал Вышку И Убил Саппорта Не будем На этот момент Перематывать Возвращаться Но Вы поняли Так 11.00 Да Это было И И Через Мюту 12 В общем На этом Игра В принципе Ну То есть Вы понимаете Уже Счет 9.2 Преимуще Давайте Играть Еще Покажу 3000 Небольшое Преимущество По графикам Но По игре Видите Что просто Доминирует И Ньюби И Ничего Не могу Делать Пришли Пушить Товарищи Тавр И Собственно Ничего У них Не получилось Тавр Все-таки Они забрали Но Отдали Сей командой Ну И Опять Таки Вопрос Хочу Поговорить С вами О том Моменте Что Говорят Якобы Знаете Есть Мнение Что Пуш Он Типа Тоже В некоторой Степени Лотерея То есть Грубо говоря Если вы Где-то Ошиблись То Все Ваш Пуш Провалился Зашли Там За Тавр Далеко Да Тут Скипаузу Ставить Зашли Далеко За Тавр Там Как-то Отдались Несколько Раз Что Такое Вот И Соответственно Типа Из-за Этого Можете Проиграть Но Я вам Скажу Вот Что Когда Вы Играете В Пуш Когда Вы Играете В Агрессию То Ошибиться На самом Деле Гораздо Гораздо Ну Меньше Возможностей У вас Все Почему Потому Что У вас Начальные Левела У вас Пуш Да Вы Сразу Деретесь У вас У героев Там Два Три Активных Активных Абилки Вот Сейчас У Рубика Седьмой Левел Да И Посмотрите У Рубика Один Спел Второй Спел Третий Спел Ультимет Четвертый Стики Тут Еще И Урна И Все Это Надо Прожимать Что Надо Давать А Чем Дальше Будет Происходить Игра Там Тридцатая Сороковая Пятьдесят Минута Больше Будет Артефактов Больше Будет Спелов Если Вы Третий Четвертый Второй Первый Уровень Смугган Все Ничего Нет По одному Спеллу Было Только Телекинез И Собственно Шекел Был У Шамана И Один Спел Был У Эмбер Спирита Все Поэтому Когда Вы Играете Вначале То У вас Меньше Шансов Ошибиться Потому Что У вас Меньше Возможности Это Сделать У вас Меньше Спелов У вас Вся Панель Спелов Пять Спелов Барабаны Тут Еще Фласка Бутылка Фейзей Тут Еще Мэджик Прожимать За всем этим Надо следить Вот А когда Вы Играете Вначале То есть Когда У вас Пуш Когда У вас Такая Агрессия У вас Меньше Всего То есть Вы Просто Теоретически Не можете Так Допустить Ошибок Как Потом То есть Не Прожать Там Какие-то Стики Забыть Прожать Там Или Еще Что То Сделать Поэтому Нельзя Сказать Что Типа Играть В Долгую Доту Типа Гораздо Лучше Потому Что Там Типа Из-за Пуш У вас Там Можут Какие-то Ошибки То есть У вас Можем Уши Ошибки Позиционирования Там Неправильного Расчета Своих сил Сил Оппонентов Это Может Быть Да Но Например В уровне Исполнения То есть Если Вы Грубо говоря Вот Как Например На Инвокере Да Когда Он Там Раскачался До Двадцатого Левела Вот Там Когда У него Куча Сполов Он Может Там Прям Все Свои Маги Покуда Он Бросает Там Еще С Рефрешем Это Да Это Надо Быть Дэнди Чтобы Уметь Все Прожать Вовремя В нужное Время И Знать Что В кого Давать И Ориентироваться В каждой Ситуации А Когда У вас Стоит Локер Третьего Левела Санстрайк Имеет Соответственно От Немного Одну Брали Лонбруда Больше Потому Что Он Был Был Ориентиром Для Команды Побольше Вместо Саппорта Был Брать Вместо Фенрира Был 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 Потому Что В этом Пушительном Варианте Еще Дум Мог Агриться На Медведя Дум Именно В Медведя Давать Не в героя А в саму Мишку Так вот И тот же Медведь У него Один Мишка И он Просто Тыкает Пиу Пиу Делает Нравится Мне просто Это Пиу Слово Или выражение Ну Как то так Ну короче Что произошло Неудачно У нас был Ганг Мида Ну то есть Как неудачно Типа если рассматривать С точки зрения Убили тавер Или не убили То удачный Тавер забрали Теперь решили Забрать другой тавер Поверху Тем более Тут Фурион Как бы Фармил на этом Лайне Для него Лайн родимый Что называется И надо бы Как то Продолжить Это все дело Ну и вот Собственно Выходят они Тут пеньки В массовом количестве Тут уже Варды Начинают Ротики ставить Так Ну вот видите Подготовка Подготовляют Флот с даром Команда Ньюби уже здесь Посмотрите Они только что Были разрознены По карте Хау Бежит сюда По речке Не самое Ждут атаки От команды Вичи Гейминг Сами врываются Прыгает Брюмастер Цепляют Они виномантера Бросают Еще и глушают И силара Тоже И смотрите Ротика сразу же Погибает Тут еще не успел Кстати добежать Не успел добежать Эмбер Спирит Только сейчас Там уже минус Фурион Связывают они Фенрира И Фенрира Погибает Все Фенрира Нет Минус Фенрир Минус Фенрира И даже не использовали Ультимейт Шедошмана Вот Поэтому Просто Идут сейчас дальше Ребята Идут сейчас дальше Ребята И будут забирать Тавр Вот здесь Сейчас будут Там клетули И варды поставили И Тавр сейчас Пойдет Фортификацию Используют Тоже видите Как обычные герои Точнее Обычные ребята В пабе То есть Не для чего То есть Использовали Фортификацию Но смысла в этом Особо не было Потому что Ну она Ничего Не дала Да И Собственно Что решили Решили Команда Вичи Гейминг Здесь не удалось Вверху Пойдем вниз То есть видите Каждую сторону По очереди Сначала Центр Потом вверх Теперь вниз И Вичи Гейминг Думали Сыграть на мобильности То есть Мы были только что там А теперь мы здесь Но с другой стороны Время Потому что Минута прошла Откатились Телепорты А эти ребята Они носят с собой Телепорты Постоянно Постоянно Телепорты Носят И Вот видите Втроем Они здесь Вот Три героя Здесь Вот пожалуйста Саншэнг Да Кстати он уже Применяет Цветок Телепортации Брюмастер И Банана Вот А здесь Только один Ксяоэйд И то его Наверное Не И Хао То есть Видели что Вышку Типа Оставили Подумали Что пойдут Наверное Там По центру Точнее Поверху Пойдут А мы Типа Разменяем Вот вышку Здесь Мы Типа Вот такие Хитрые Ну и Что из Этого Вышло Сейчас Мы Посмотрим Так 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 Подходят Сюда Собственно Все Вичи Гейминг Пиньки Уже Здесь Есть Рутики Наконец Себе Ультимейт Взял Вот Супер По факту Сражаться Один дом С четырьмя Потому что Больше Никого Нет Все Остальные Герои И Уже Бегут Назад Ну потому Потому что Узнают Что Сейчас Подойдут Вот Банана Тут Прыгает Закрывают Они Дума И Вот То что Мы Говорили Вырубает Игрока Мейнкерри Вырубил Просто Мейнкерри На самом деле Что только Аквилла И ПТ Но его Уже Вырубили Тут Рубик Прыгает Вперед Дает Фейтбол Сейчас Подцепит Сейчас Кого-то Там Еще Брюмастер Прыгает Потому что Блиндагер У него Есть Да Вот Сейчас Рубик Цепляет И Наверное Вперед Бросит На Ротикея Туда Не Не успел Бросить Потому что Разломали Соответственно Вот Риминант На который Прилетает Хау Убивает Вивера Ну и Соответственно А Соответственно Там еще Фай был Но у Фая К сожалению Не было Эпицентра Поэтому Вот видите Немножко Команда Вичи Гейминг Прогадала То есть Вот сейчас Делает Ротикея Напоследок Ультимейт Но и Погибает И Фай отсюда Тоже Не должны Отпускать Ну А Саппорт Эншент Оперешн Только Сейчас Шестой Левел Получил И Даже Без Ультимейта Еще Не успел Вкачать Да Вот Забрали Собственно Сэнкинга Вот так Вот Все Это И Произошло Не По таймингу Пришли То есть Думали Что Ну О чем Думали Вичи Гейминг Они думали Вот о чем Что Пойдут Поверху Ньюби И Не будут Дефить Свой Тавер А Товарищи Пришли Дефить Тавер И Убили Четверых То есть Вичи Гейминг Как хотели Сыграть Они хотели Сыграть На этом Сплите Вы Идете Там Поверху А нам Нужно Сейчас Какие Деньги Потому Что Ситуация В принципе Ну Вот Уже Она В принципе Плачевная Становится И Мы Тут Уже Тут Типа Ваш Тавер Убиваем Ну А Команда Видите Вот Команда 5 Работает То есть Были Мы Только Что Там Тп Сразу Четненько Вся Команда Прилетела И Поехала Сажение И еще Очень важно Хочу Отметить Момент От Дефа В принципе Играют Сейчас Ньюби Постоянно Они Дефят То Дефят Они Центр То Дефят Они Вверх Ну Топ То Дефят Это Не Бот Ну По сути Агрессию Приляет Вичаги Что Это За Кракозябра Такая Они Дефят Это Очень Важно Обратите На Это Внимание Еще Раз Хочу Пощеркнуть Они Как Бы От Дефа Игра Но Во всех Сражениях Они Сражения Начинают Первыми Они Не ждут Пока В них Ворвутся Они Для Блинг Битва Поэтому Нам Нужна Пауза Так Вот Они Не Ждут Пока Пойдет Агрессия От Противников Они Не Ждут Пока Их Заставят Тут Все По Периметру Вардами Пеньками Когда Сент Кинг Раскастуется Там Найдет Место Для Того Чтобы Удобно Прыгнуть Они Сами Начинают Атаку И Соответственно Тем Самым Вы Прыгаете Начинаете Дум Давать Противника Повергаете Его В Хаос Он Бежит Назад И Не Даете Ему Времени Чтобы Спланировать Свои Действия Вот Это Очень Важно Вы Якобы Защищаетесь Но У вас Агрессивная Защита Вот Такой Термин Если Хотите Агрессивная Защита Вы Пришли И К вам Пришли Вы Тоже Пришли И Вы Первые Пошли Вы Говорите Нет Мы Не Дадим Время Для того Чтобы Сообразить Как Нас Взять В Чистки В Клещи Мы Сразу Идем Вот Вот Такие Дела Ну И Что У нас Здесь Происходит Давайте Смотреть Возвращается На Центр Вичи Гейминг Ну И Ньюби Уже Понимает Что Наверное Ждать Не Стоит Уже Пора Тут Все равно Тавара Нет Надо Может Уже Самим Пролять Агрессию Потому Что Адефа Играли В принципе Ну Общая Ценность Огромная Там Ее Уже Можно Убрать Нам Не Нужна Вот Украл Банана Вард Ну Вы Видели Да В этой Игре Он Украл Сейчас Вард И До Этого Шугучил По Мон Крал По Сути Больше Ничего Особо Он Там И Не Крал Вот Поэтому Саппорт Обсуждать Саппорт Обсуждать Вот Ротики Здесь Один Сразу Прыгает А почему Ему Бояться У него Есть Собственно Примал Сплит У него Есть Уворот Все Ротики Просто Что делать Бежит Назад У него Ультимейта Нет Более Того Он дал Ультимейт Тогда Вдвоих Бесполезно Он дал Ультимейт Потратили Его за это Наказывают Прыгает Сюда В Раскенг И раскастывает Эпицентр Очень Хорошо Он Подкопал Там Смотрите Двоих Подкопал Эпицентр Работает На Сан Шенга Но здесь Уже Поставили Ворды Здесь Уже Ворды Поставил Сан Шенг Но Сан Шенг Погибнет Ну а Понимаете Сан Шенг Сделал Все Что От него Требовалось Он Поставил Ворды Сюда Сан Кинг Все Еще Живой Панда Тоже Разложилась Хао Гоняется За Фаэм Собственно И кирпич Летит Кирпич Заваливается Фай Да А вот Супер Кстати Вот он Супер Приходит Так Назад Теперь Вперед Вперед Да Ворды Стоят Кстати Ворды Бьют Тауэр Соответственно Все Продолжат Сразу Три Панды Как бы Можно Крипов Поубивать Можно Что Делать Супер Бежит В невидимости Вот Я честно Горя Не знаю Что Он Хотел На самом деле Этим Вам Показать Доказать Вот он Забегает Сюда Пускает Жучков В банан Ну то есть Он выбрал Для себя Цель С этим Слоу Гранд Давите Миссы 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 Проходит Потому что Слоу Граун Добьет На хай Граунд По банане Вот еще Какая ошибка Да Фурион Ультанул Оперейшн Я честно Горя Не вижу Ульта Аппарата А он там Где-то Уже Был Видимо Но Супер Здесь Казалось Его уже Убили Ну Супер Делает Таймлапс Там Продав Неудачно Там Как раз Клепнул Панда После того Как он Таймлапс Сделал И Дум Возвращается Сюда Ну И Супера Просто Разбирают Вот Оказалось Что у него Все-таки Вторая Есть Дыхание Пытался Прилететь Но Вовремя Отменил Потому что Понял Что Смысл Стики Супер Прожал Чуть Выжил И Кстати Мисс Отбораны Прошел Потому что Ниже Он Стоял Видите Так Вот Бывает В доте Поэтому Свидите За тем Где Вы Находите Внизу Или Вверху Ну И Ортики После Этого Понимаешь Что Шанс Уже Сразу Нет А Ульт Все-таки Влетел Да Вот Только Что Еще Один От Оперейшн А Или Не Влетел Ну Неважно Влетел Не Влетел Как Ульт Аппарата Здесь Совершенно Витя Ну То Герой Вот Этот Оперейшн На Котором Федрили Голон По сути Был Бесполезен Всю Игру И Это Все-таки Лучше Бы Вместо Него Какой Тебе Другой Саппорт Фурион Тоже Был Бесполезен Он Ничего Не На Фармил Видите 5 Смерти У По сути Весь Пик Был Проигран И Был Дум И Здесь Был Брюмастер Которых Брюмастер Которого Надо было Контрить Думом В итоге Его Решили Законтрить Вивером Против Которого Взяли Дума Соответственно Дум Со своей Задачей Справился Он законтрил Вообще Всех Плюс Еще Был Брюмастер Который А еще Не забывайте Эмбер Спирит Который Архиполезен Который 0-7-0 Закончил Игру Который Просто Всех Там Убивал Потому Что Он был Эмбер Спирит И был Готов Сражаться С самого С самого Начала Вот Такая Вот Выдалась Игра За 6,5 Миллионов Долларов Ребятушки Последняя Я Думаю Что В следующем Году Все будет По другому А может Быть Не по другому Но Это будет В следующем Году А в этом Году Все Закончилось Именно Так Победила Команда Ньюби Мы еще раз Ее с этим Поздравляем Наверное На этом Я буду Заканчивать Последнюю Эту Эту Аналитику Тут Еще Можно В принципе Много Всего 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 Говорить Но Ведь Объяснил Который Какой-то Другое Мнение Высказал И Какая-то У нас Была бы Дискуссия Какой-то Диалог Я считаю Вот Таким Вот Образом Я думаю Что Достаточно Я Все Понятно Объяснил Если Что Задавайте Вопросы Пишите Я готов К диалогу Но Вот Такое Мое мнение Хотелось Высказать Его А И Напоследок Хочу Сказать Что Дота Игра Которая Надо Думать Вы видите Что Игра Была Выиграна На стадии Драфта И Такая Мне Мысль Пришла Что Могли Сразу После Появились В игре Вичи Ген Написать GG И выйти Из игры Это Было Признанием Ну Вот Признанием Игроков Ньюби Признанием Команды Признанием Вот Гения Капитана Если Хотите Что Вот Он Победил Вот Если Хотите Сейчас Я вам Скажу Вот Как Например В Сумо Есть Такое Понятие Секири Это Когда Вот Встречаются Эти Бойцы Сумо Там Начинается С того Что Грозно Друг На Друга Смотрят Ну Можно Выиграть Взглядом То есть Так Посмотреть На Противника Что Он Грубо Говоря Испугается И Откажется От Проведения Поединка Вот То же Самое Вот Сделала И Команда Ньюби Они Победили Вот Так Вот Вот Таким Вот Образом Как Майн Геймс Да Вот Мысленно Грубо Говоря Они Победили И Так Секундочку Вичи Гейминг Сейчас Мы Еще раз Вернемся А Пока Я там Договорю Да До конца И Они Вот Победили Таким Вот Образом То есть Благодаря Тому Что Просто Напросто Они Лучше Почувствовали Эту Игру И Лучше Выбрали Героев Вот Не те Как игры Например Были В прошлом Году Когда Альянсы Нави Играли Между Собой Что Собственно Они До Последнего Размен Тронами А здесь Была Именно Тактически Правильная Грамотная Игра Выбор Героев И Хорошее Исполнение Вичи Гейминг В конце Да Ну Вы видели Они Сыграли Не самым Лучшим Образом Но Победа Еще раз Все таки Мне кажется Что Была Достигнута Во Время Драфта И Еще Последнее Наверное Это уже Самое Последнее Что я хочу Сказать Про Сумо Я сказал Хочу Еще Параллель С футболом Вот Только Что Проходил Чемпионат Мира По Футболу Выиграла Германия Но Я не Германии Я О том Что Надо Играть Все таки В свою Доту Есть Только Надо Играть Свою Игру Вот В финале Вичи Гейминг Сыграли Свою Игру Только В первой Игре Пик С фурионом Аппаратом Невиномансером Которым Они Распорядились Не самым лучшим Образом Они не смогли Противопоставить Его Потому что Ньюби Сразу Были Готовы Драться А эти Герои Сразу Готовы Драться Не Были И Были За Это Наказаны Так Вичи Гейминг Они же Известны Как Ньюби За Свой Агрессивный Стиль И Этой Агрессии У них На самом Деле Ну Она Была Не Обоснована Не Могли Эти Герои Мы С вами Разобрали Почему Не Могли Они Сразу Активно Проводить Сражение В то Время Как Команды Ньюби Могли И Ньюби Это Показали Так Вот Играйте В свою Игру То Что У вас Получается То Чем Классно Играйте В то Вы И И И Паралель С Футболом Значит Команда Уругвая Которая Была В группе С Италией С Англией И Скотт Диваром Или С Чем Да Что ж Такой Я Сейчас Тры 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 Ну Чтоб Потом Мне Не Забрасывали Что Там Я Что Где-то Ошибся Я Вот Собственно Проверю Себя В интернете Так Бразилия 2014 Команды Сейчас Секундочку Расписание Так Группа А Мексика Бразилия Нигерия Сейчас Мы Найдем Англия Кот Дивуар Англия Уругвай Группа А Уругвай Англия Коста Рика И Италия Да Уругвай Так вот Да Так вот Собственно Уругвай Не вышли из группы Англия И Италия А вышли Уругвай И Коста Рика Почему Там вот Еще многие Комментаторы Отвечали Специалисты Уругвай Уругвай Как бы Он Там нет Звезд таких Как вот Там Какие-то Там Не знаю Месси Нет там Звезд уровня Пирла Как в Италии Нет там Звезд уровня Как у Сборной Англии Например Забыл Ну в общем Их Нападающий В Манчестер Играет Вот Извиняюсь Да перед ним За то что забыл Вот нет у них таких звезд Но они умеют Очень хорошо бегать Вот просто они Хорошо бегают И они этим выиграли У Италии И соответственно У Англии Они просто бегали Очень быстро Понимаете Вот И Англия И Италия Италия Трехкратные Четырехкратные Чемпионы мира Их победили Потому что Просто команда Уругвая Африканцы Просто быстро бегают Точнее Нет Подождите Уругвая Что я говорю Уругвая Это ж не Африка Это же Тру-тру-тру Сейчас Что-то С географией Совсем Совсем Плохо Нет Все таки Это Африка Да Все правильно Не Какая же Африка Все Там же Парагвай Уругвай Что-то я Парагвай Человерт Как же Я забыл Ну так вот Они выиграли Тем В чем они были сильны Они быстро бегали Ну каким-то там Образом Закатили Голы То же самое И Коста-Рика Она была сильна Чем Тем Что у них У них был Супер Вратарь И они Всей команды Тоже быстро бегали Как у Уругвай Ну Вратарь их Сейвил Просто Вратарь Спасал Те просто Бегали 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 И перебегали Забегали У всех Уже старперов Там Пирлой Компании Адышка А эти бегают 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 И просто катают Мяч Там Да у них Не получается Супер Классный Передач Да они Не контролируют Мяч Зато они Могут Быстро Бегать И вот Таким Образом Они Взяли Мяч Крабан И побежали Быстренько Вместе С ним Ну вот Поэтому Играйте В свою Игру Вот Если вы Знаете Какая Победы То не стоит Его Менять Просто Скорректируйте Какие-то Отдельные Его элементы Если там Что-то Пошло Не так И попробуйте Заново Не всегда Надо менять Свой стиль То что Было У Альянсов Как они Выиграли На третьем Интернешнле Они В своем Стиле Который Никто Не смог Законтрить Просто Свой Пик Который Пикали Виспах Хаус Друида Фуриона Пака И все Они Упикали Пикали Пикали И допикались До победы На интернешнле Да А потом Как бы Нашли Как контрить Команды Этот стиль И Альянс Никуда не прошли Но на тот момент Никто не смог Сориентироваться И соответственно Причем Они тем пиком Играли целый год То же самое Может быть И следующем году Например Как это Ваша команда Аматорская команда Любая команда Может найти Свой стиль И в этом стиле Играть Этот стиль Будет им Приносить Плоды Вот И собственно То же самое Какую-то агрессию И так вот Играли 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 Вич и гейминг Попытались Что-то по-другому Сыграть Но за это Были наказаны Ну вот И на этом Наверное Уже точно Будем мы с вами Заканчивать Спасибо Что были в эфире Что смотрели Может быть Чему-то Это вас Научит Порадует Какие-то выводы Вы сделаете Ну и в общем-то На этом я буду С вами прощаться До новых встреч В эфире Всем Пока